Субтитры сделал DimaTorzok Все, короче, по комплектации, по возможности, все, что должно быть, все, надо, короче, это дело найти. Все это выложили, разложили, посмотрели, потом весь кардан, естественно, в разобранном виде, вот он, все, отдельно вал, отдельно сама педаль, отдельно колодушки. Сразу проверяя все винты, все соединения, чтобы нигде резьбы не были сорваны. Второй момент, естественно, проверяя на шатание, то есть, допустим, пятка, вот эта область, да, где футборд крепится с задней стороны, она, короче, может чуть болтаться, шататься, это, в принципе, лечится, это не смертельно, но если такая ситуация есть, это уже можешь, в принципе, торговаться начинать, смело причем, потому что это, как бы, ну, ушатанность, в принципе. Это же касается и любых других шатаний, болтаний, да, то есть, там, в принципе, все крепко должно быть, никаких болтаний, в принципе, присутствовать не должно, это называется люфт, особенно, это касается вала, вот этого соединения, да, которое, собственно, совершает, вот движение наше необходимое. Вот, обязательно нужно смотреть, чтобы там никаких люфтов, никаких шатаний не было, если, опять же, эти шатания есть. Вал, конечно, с сильными шатаниями ты уже, наверное, основательно так не исправишь. Чаще всего заказывают отдельные валы на Алиэкспрессе, универсальные, как бы, и, в принципе, многие так делают. Ну, а, в принципе, сейчас, если есть возможность нормальную замену, оригинальную, я бы советовал все-таки так делать, потому что он так правильней, кардан дольше проживет. Поэтому проверяй все вот эти болтания. Ну, и, соответственно, когда все это проверил, надо его собрать, проверить на прочность, чуть-чуть поиграть, да, проверить, как он там в ходу и так далее. И так далее, так далее, так далее, так далее. Вот, если, соответственно, все устраивает, берешь, если что-то не устраивает, обсуждаете, либо отказываетесь, либо он, опять же, делает скидки. Вот, в целом, такой вот краткий экскурс или, как это еще слово, да, короче, краткое такое описание вот этой ситуации.